Вести Карачаева, Черкесия В Малом зале Дома правительства Республики обсудили вопрос создания программы транспортной доступности между населенными пунктами. Соответствующее поручение правительству региона дал глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов в рамках прямой линии с жителями республики. По словам заместителя председателя правительства Республики Евгения Полякова, в муниципальных образованиях региона проведена определенная работа. Для удобства граждан Республики информация по регулярным маршрутам уже размещена на официальных сайтах и на страницах в социальных сетях администрации районов. Принято решение расширить список сайтов, на которых актуализируют расписание по регулярным маршрутам автобусов. А заместитель министра промышленности Карачаевой Черкесии Аслан Гедугов отметил, что уже разработаны графики движения автобусов по всем муниципальным образованиям. Соответствующая информация доведена до всех глав и собственников остановочных пунктов. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов сообщил, что к 2025 году наша республика будет полностью газифицирована. Это значит, что каждый, даже самый отдаленный уголок Карачаевой Черкесии будет иметь доступ к голубому топливу. Нам осталось два календарных года, 2023 и 2024. Будет газифицировано на 100%. Магистральные газопроводы придут во все населенные пункты, во все ущелья нашей республики. Соответствующее соглашение и план синхронизации с ПАО «Газпром» был подписан представителем правления Алексеем Борисовичем Миллером и мною. Все, что касается социальной догазификации, конечно, после того, как магистральный газопровод будет проведен во все населенные пункты, конечно, у нас вырастает количество заявок на социальную догазификацию. Принято решение с Межрегионгазом о том, что мы делаем подвод к самому дому за счет средств Межрегионгаза Черкесии и правительства Карачаевой Черкесии. То есть мы на себя берем уже сам подвод к самому дому. Представители государственной власти Карачаевой Черкесии почтили память российского политического деятеля, уроженца Карачаевой Черкесии Юрия Хамзатовича Калмыкова. Присутствовавшие на мероприятии возложили цветы к памятнику Юрия Хамзатовича, который был открыт в 2008 году в центре республиканской столицы. Юрий Калмыков – российский политический деятель, юрист-цивилист, профессор, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки и заслуженный юрист, основатель совместно с Виктором Тарховым Саратовской школы гражданского права. Юрий Хамзатович – автор 10 монографий и около 200 научных статей по праву собственности субъектам гражданского права, теории гражданских правоотношений, жилищному, семейному и наследственному праву. Карачаево-Черкесия вошла в 25 самых экологичных регионов России. Республика улучшила свои позиции на два пункта и закрепилась на 22-м месте в национальном экологическом рейтинге по итогам осени прошлого года. Экообстановку оценили во всех 89 субъектах страны. Подсчет баллов организация «Зеленый патруль» подводила по трем критериям – состояние экосферы, техносферы и социума. Кроме того, в формировании ежегодного рейтинга учитывается количество и качество информационных материалов в СМИ и социальных сетях. Источники могут быть самые разные – органы власти, общественные и экспертные организации, активисты и т.д. В Министерстве физической культуры и спорта подвели итоги 2022 года. Руководитель ведомства Рашид Узденов подробно рассказал о том, чем запомнился этот год и отметил наиболее важные спортивные мероприятия в регионе. Действительно, год был очень насыщенный в части спортивных мероприятий, начиная с зимних видов. В начале года мы их проводили – это День снега, День чайника, соревнования по горнолыжному спорту. Их несколько было по различным возрастам соревнований по сноуборду. И дальше пошли соревнования по летним видам спорта – тайквондо, дзюдо, бокс. По тайквондо, если взять проходили соревнования, очень такие титульные – это на призы президента тайквондо у нас было соревнование. Также были соревнования «Мамлюк челлендж» – это межрегиональные соревнования, рейтинговые. Победители этих мероприятий переходили на следующие этапы соревнований. Это российский уровень, уже международный уровень. Далее были мероприятия по дзюдо. Буквально недавно закончился турнир в памяти депутата Качай Черкесской республики Атабиева Росо. Тоже мастерский турнир. И так далее были мероприятия по боксу. Например, недавно мы в Донбай проводили в честь генерала Баташева. Было большое количество мероприятий по вольной борьбе, как внутри региона, так и выездные, где наши ребята показали высокий уровень подготовки. Наш календарь очень насыщенный. Провели с учетом всех вот этих неровностей из-за пандемии и так далее около 400 мероприятий. Также большое количество мероприятий проходит физкультурно-массово для привлечения населения занятий физической культурой и спортом. Сразу шесть региональных проектов отобраны Минсельхозом России для финансирования в этом году в рамках государственной программы комплексное развитие сельских территорий. Социально значимые проекты будут реализованы на территории пяти муниципальных районов республики. Планируется провести капитальный ремонт и реконструкцию общеобразовательных учреждений, а также учреждений культуры. Новые ФАПы планируют построить по нацпроекту в 14 населенных пунктах республики в текущем году. Строительство 10 новых фельдшерских и 4 фельдшерско-акушерских пунктов запланировано на этот год по нацпроекту здравоохранения и партпроекту «Здоровое будущее». Первичное звено здравоохранения обновится в Урзуке, Фроловском, Пригородном, Ильичевском, Пристане, Урупе, Новой Теберде, Нижней Море, Крушке, Тапанте, Садовом, Киево-Жураках, Курджиново и Курджинова-2. В этих населенных пунктах взамен старых будут возведены современные медучреждения, оснащенные всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи. За последние годы в Карачаево-Черкесии введено в эксплуатацию более 40 объектов здравоохранения. В 2023 году в республике запланированы строительство и реконструкция 202 объектов. Об этом сообщил министр строительства ЖКХ региона Ринат Семенов. В этом году у нас снова амбициозные планы. Мы планируем начать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 202 объектов. Строительство – это у нас и дорожная инфраструктура, и инженерная инфраструктура, и объекты здравоохранения, образования, культуры. В Черкесске прошла перес-конференция с участниками регионального российского движения «Детей и молодежи», на котором презентовали его деятельность. Директор республиканского движения «Детей и молодежи» Алина Гуки-Мухова рассказала о миссии движения и в основных задачах и планах на ближайшую перспективу. Главной целью российского движения является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе духовных и нравственных ценностей. Деятельность движения нацелена на содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи. Российским детям поступают звонки из Украины, просят открывать дома газовые конфорки. Предостерегают в региональном министерстве образования и науки. В связи с этим родителям нужно удалить телефонные номера детей и свободного доступа, проверить их аккаунты в социальных сетях, в каких группах состоит их ребенок. Предполагают, что анонимные звонки поступают из Центра информационно-психологических операций Украины. С началом нового календарного года в нескольких республиканских школах стартовал капитальный ремонт. Недавно в 13-ю гимназию Черкеска временно перебрались учащиеся из школы номер 6. Комментирует информацию директор школы номер 6 Галина Клименко. Мы в таком же режиме, как работали в нашей школе, так работаем с 9 января и в данном здании. В две смены. Смены сохранены, расписание сохранено. Часть предметов только у нас, получается, мы перевели на очно-заочный формат. Это родные языки, это где-то ОБЖ, где-то технология. Мы организовали и медкабинет, чего здесь не было изначально. В той у них школе медкабинет. Организовали для себя медкабинет. Он функционирует. Буфет для детей старшеклассников. А дети младших классов, они ходят так же, как ходили и ученики 13-й школы, в основное здание для приема горячего питания. Из запланированных привить в эту кампанию 60% провакцинирован 51% жителей республики. Всего на сегодняшний день прививки получили 209 539 человек, в том числе 51 700 дети. В настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом в Карачаево-Черкесии соответствует средним многолетним показателям. По итогам прошлой недели в республике эпидемические пороги заболеваемости не превышены. Каждая новая мутация коронавирусной инфекции будет заразнее предыдущей, но при этом не будет усиливать тяжесть течения заболевания, считают ведущие врачи-инфекционисты. Ранее в Роспотребнадзоре страны сообщили об обнаружении первого случая заражения под видом омикронштамма «Кракен» в Пензенской области. По данным ученых, «Кракен» не вызывает тяжелого течения заболевания, при этом он является самым заразным вариантом вируса за всю историю пандемии. Кроме того, отмечалось, что впоследствии он может стать доминирующим вариантом коронавируса. В управлении Росреестра по Карачаево-Черкесии подвели предварительные итоги деятельности управления в сфере земли и недвижимости в прошлом году. Вместе с тем озвучены новшества в системе регистрации и изменения в законодательстве. Комментирует информацию руководитель управления Аминат Батчаева. С нами была проведена совместно с Кадостровой палатой Карачаево-Черкесской республики следующее мероприятие. Были внесены границы 30 муниципальных образований. Из 100 муниципальных образований субъектов, из 148 границ населенных пунктов внесены 130. Осталась очень маленькая цифра. По территориальным зонам тоже продвинулись, можно сказать, более 50 границ территориальных зон были поставлены на учет и внесена вся информация введена в Государственный реестр недвижимости. По реализации 518 федерального закона можно сказать, что управлением совместно с органами местного самоуправления, с органами государственной власти нашего субъекта тоже проведена большая работа. Если мы будем говорить о цифрах, можно сказать, что более 50 тысяч объектов ранее возникших прав уже поставлены сегодня и права зарегистрированы. Более тысячи ранее ученых объектов недвижимости также внесены и с учета снято более двух тысяч объектов по субъекту нашему. На территории Кафедрального собора во имя святителя Николая Чудотворца Пятигорской епархии начал работу социальный пункт «Николин уголок», где ведется прием и выдача необходимых вещей. Бытовую технику, коляски, одежду и многое другое могут получить многодетные и малообеспеченные семьи, бездомные и одинокие пожилые граждане. В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» на базе гимназии номер 18 Черкеска с конца прошлого года начал свою работу второй в республике детский технопарк «Кванториум». Детский технопарк поможет раскрыть потенциал учащихся в освоении современных технологий и выбрать будущую профессию. Его образовательные программы рассчитаны на возрастную категорию от 10 до 18 лет. Об этом сообщила директор гимназии номер 18 Рабия Джандарова. Мы можем использовать то оборудование, которое мы получили на уроках химии, физики и биологии. Мы получили много оборудования по электричеству, это по физике, то есть это то направление, которое у нас прописано в школьной программе, поэтому учитель в полную мощность может использовать все это оборудование на своих уроках. Теперь то же самое касается биологии. Мы как бы уже и практиковали, очень большое оборудование мы получили, допустим, у нас микроскопы, которые также используют с пятого класса в программе уже изучение там и клетки. И то же самое у нас и по химии получено оборудование, которое мы можем использовать на уроках. То есть не только доп. образования, у нас колоссальные возможности именно в учебной программе использовать все, что мы получили. С начала этого года в стране заработал Социальный фонд России. Он образован путем объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. О том, какой будет структура соцфонда, как совместят офисы ПФР и ФСС, что изменится в работе с гражданами, рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Республики Ирина Тамбеева. Наши офисы остаются по тем же адресам. Специалисты, которые осуществляли прием в фондах социального страхования, они переедут на наши площадки. И все услуги как фонда пенсионного, так и социального страхования можно будет получать по адресам клиентских служб Пенсионного фонда. Это важно, чтобы люди знали, куда им с января обращаться. В Карачаево-Черкесии завершилась реализация проекта «Легенда и сказания КЧР», направленного на популяризацию изучения родных языков подрастающим поколениям. Все фильмы будут переданы школой и республике для использования в качестве дополнительного материала на уроках родного языка. Об этом рассказывает автор и главный режиссер проекта Мадина Лайпанова. Данный проект был поддержан фондом президентских грантов, Министерством образования и науки Карачаево-Черкесии, а также Министерством культуры нашей республики. В ходе его реализации было снято пять короткометражных художественных фильмов на национальных языках Карачаево-Черкесии. Отснятые материалы были продемонстрированы в 13 общеобразовательных учреждениях региона, а также в 11 домах культуры и на различных открытых площадках. Стоит добавить, что все фильмы будут переданы в школы и республики для использования в качестве дополнительного материала на уроках родного языка через Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской республики. Хотелось бы отметить, что в нашем регионе родные языки в школах изучают более 50 тысяч человек. Соответственно, мы уверены, что данные фильмы будут хорошим подспорьем и выступят таким интересным дополнительным материалом при изучении родных языков. Житель села Садового от Гехабльского района предстанет перед судом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц. Информацию прокомментировала старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью СМИ Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии Евгения Перфилева. Следствием установлено, что 31 августа 2022 года обвиняемый, не имея права управления транспортным средством категории D и лицензии, дающий право на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом на территории Российской Федерации, осуществлял перевозку группы туристов, состоящей из 8 человек, один из которых малолетний, по Зеленчукскому району с оплатой проезда по устной договоренности. Во время подъема по горному склону фигурант, не справившись с управлением автомобиля, допустил его опрокидывание, в результате которого находившиеся в салоне пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Двое из пассажирок скончались. В настоящее время собрана исчерпывающая доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фермер из Карачаева Черкесии преступным путем легализовал 1 миллион рублей. Денежные средства он перевел на счет отца под видом оплаты за крупный рогатый скот. В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при получении субсидии установлена причастность 43-летнего жителя села Красный Восток к совершению преступления, предусмотренного статьей легализации отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. По версии следствия, подозреваемый в 2021 году получил субсидию регионального минсельхоза в размере более 2 миллионов рублей на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Часть похищенных средств в размере 1 миллиона рублей он перевел на счет своего отца, к которому имел свободный доступ. Шесть спортивных залов будут отремонтированы в этом году в рамках национального проекта образования федерального проекта «Успех каждого ребенка». Спортивные залы обновятся в школе номер 3 станицы Старожевой, 4 гимназии Усть-Джигуты, в школах села Бескес, Аула-Энжичишха, поселка Марай-Эгэ и села Таллык. В прошлом году ремонтные работы прошли в четырех образовательных организациях Карачаева Черкесии. Четыре образовательные организации также оснащены открытыми плоскостными сооружениями. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 6,11. В горах местами от 0 до плюс 5. В горах свыше 2,5 тысяч метров лавина опасна. В Черкесске без осадков. Ветер южной четверти 4,9 метра в секунду. А столбик термометра поднимется до 8 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.